С одной стороны, укус клеща представляет определенный риск различных инфекций, поэтому нужно проконсультироваться с врачом и при необходимости получить профилактику. Клещевой вирусный энцефалит – тяжело протекающее заболевание, которое передается при укусах клещей. Характеризуется поражением центральной нервной системы и инвалидизацией после перенесенного заболевания. Для Тамбовской области более актуальна другая клещевая инфекция, это боррелиоз. На территории Уваровой района случаев этого заболевания не зарегистрировано, но отмечаются в соседних районах. Так, например, в этом году зарегистрировано уже два случая клещевого боррелиоза в Жаксинском районе и один случай в Анжавинском районе. При проведении лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших людей, отмечается увеличение процента инфицированных насекомых. Если в прошлые годы положительные находки обнаруживались в 5-7%, то в этом году их уже более 10% от числа исследованных клещей. Если вовремя не заметить клеща, то, скорее всего, сам укус тоже можно обнаружить слишком поздно. Дело в том, что насекомое выделяет специальную жидкость, которая действует на организм как обезболивающее средство. Заметив укус, можно удалить клеща самостоятельно или же обратиться в поликлинику. Клещевой боролиоз в около половины процентов случаев может протекать бессимптомно. И в этом тоже кроется его опасность. Потому что человек не обращает внимания на первые признаки заболевания, не обращается к врачу, а когда уже его беспокоит головная боль, слабость, недомогание, быстрая утомляемость, он может ходить годами из кабинета в кабинет, и ни медицинские работники, ни сам человек, естественно, не может заподозрить эту инфекцию. Потому что факт укуса клещом может быть забыт, и диагностика в данном случае может быть крайне затруднена. Существует несколько способов извлечения клеща из кожного покрова. Для этого взять марлю или салфетку, ближе к хоботку захватить клеща и постараться выкручивающими движениями удалить его из места укуса. Если не удается удалить самостоятельно, то тогда необходимо обратиться за медицинской помощью. Кроме того, при обращении в медицинское учреждение желательно клеща впоследствии направить в лабораторию особо опасных инфекций для того, чтобы убедиться, инфицированные насекомые или нет. Займет это от одного до двух дней, зато на руках появится заключение квалифицированной экспертизы. Если все в порядке – хорошо, если нет, то в максимально короткие сроки нужно обратиться к врачу. Светлана Даровских, Александр Трегубов. НашГород. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова